Точки соприкосновения 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 В томительном ожидании гостя Оставалось чередовать поглощение Изумительных по вкусу Пицунских сандвичей С любованием райским парком Поистине жемчужиной Современной Пицунды Путин, правда, появился Всего минут на 15 Для участия В церемонии подписания документов И снова улетел Шришконжарка ведь Да и цикады оглушают Одна из главных фобий Нынешнего августа Перед энтеровирусом Коксакой Который якобы поражает Куротников в Турции Мне стало интересно Как же обстоит дело С этим Коксакой В нашем регионе Коксаки их много Вот Заражение в основном происходит Воздушно-капельными Еще одни говорят Может, другие нет В основном Это в водоемах Не совсем чистых водоемах Вот значит Клиника может быть различная И менингит Может быть сирозный Но это уж крайний случай Но в основном Сирозный менингит Он лечится Благоприятно Против гнойного Но может быть менингит Как уверяет врач Сухумской детской больницы Инфекционист Нина Страузова Лечение В основном Противовирусные препараты Это фероны Интерфероны Вот Это виферон Кипферон Генферон Также орбидол Циклоферон Противовирусные препараты И симптоматическое Антибиотики Как вроде бы Не должны тут быть Хотя, если не дай бог Менингит Мы все равно Делаем антибиотики Потому что не всегда Бывает Сразу определишь Вот Но Это в основном Противовирусные препараты Особого лечения нет Средний прогноз Какой? Благоприятный? Прогноз Благоприятный Вот Хотя Она может быть Неприятная Да Может волнообразно Как-то течь Не так легонько Три Пять Может быть Но в целом Прогноз благоприятный Будем надеяться Что эпидемия Коксаки Все-таки Не состоится И очередной Курортный сезон Пойдет на пользу Всем Кто отдыхает Нынче Под абхазским небом Сергей Николаев Сухум Абхазия Чем больше Точек соприкосновения Тем прочнее Связь Понемногу о разном Мы узнали Из репортажа Наших Абхазских Коллег А мы Будем говорить В общем-то О конкретной теме И на этот раз Фокусируемся На Туристических Направлениях И на данный момент У нас есть Новость о том Что готов план развития Систем Озер Маршрута Тоба Варчхили И Занимается этим Человек Который не раз Бывал в эфире Нашего радио И рассказывал нам Об очень интересных вещах Роман Талурдова Член союза Спалеолога В Грузии Фотограф Мы поинтересовались О том Что это за план И С каких пор Он интересуется Озерем И вообще С чего все это началось И вот Услышали следующее Что касается Создания маршрута Южной части Иргитского хребта То есть маршрута Тоба Варчхили Вперево Создали я и Вахтанг Чехрадзе В рамках союза Спалеологов Грузии Первую экспедицию Мы провели В 1993 году Тогда у меня Не было никакого опыта Я бы просто Не смог оценить Тоба Варчхили И прилегающую территорию Как туристический объект Поэтому я обратился С этой просьбой К союзу Спалеологов Грузии То есть Тем людям Которые уже сделали Конкретные шаги В сфере туризма И достигли Довольно большого успеха Конечно Результат превзошел Все ожидания И этот маршрут Считается одним Из самых лучших Не только в Грузии Но и во всей Восточной Европе И впервые При использовании Информационной системы В 1998 году Был сделан первый маршрут В последующие годы Он обновлялся Были добавлены Еще маршруты И конечный вид Он принял В 2003-2004 годы А сейчас уже полностью Сформировались Все направления маршрута Одно направление Реки Магана Другое направление Хаище Которое находится В составе Местиского Саполитета Мы конечно же Поинтересовались Новыми маршрутами Новыми направлениями И узнали о них Следующее В последующие годы Клиом пополнялся Еще одним маршрутом Тону Хаище Лакамура Штоба И была создана Единая система В последующие годы Из-за интересованности Туристов Указывала на то Что маршрут Действительно Может стать интересным И национальная Администрация туризма Проверла специальное исследование Которое ставило Перед собой цель Установление Туристической тропины К южной части Игрейского хребта После этого Было сделано Обозначение И данный момент Почти все тропинки По направлению Тоба Варчхили Маркирован Согласно Европейским стандартам Тоба Варчхили Довольно сложный Маршрут И мы Поинтересовались Чем было вызвано Необходимое Создание концепции Развития Тоба Автором Развития концепции Вляюсь я Ее создание Было вызвано Большим Турпотоком Который интересуется Этими направлениями И она предусмотрела Две темы Это сохранность Чтобы была Сохранена Флора и фауна Которая есть там И даже наоборот Способствует Рекомендации И полноте восстановлению И вторая часть Предусмотрела доступность То есть Чтобы маршрут Тоба Варчхили Был доступен Любому желающему Кто хочет устроить Поход в этом направлении Конечно Маршрут этот Доступен Не каждому Тут нужны Опытные люди Но У Романа Толарова Довольно Оптимистические Прогнозы Так как После того Как концепция Будет реализована Вероятнее всего На этот маршрут Могут покрыть И люди Менее опытные Поход на Тобу Варчхили Это прерогатива Тех людей Которые находятся В хорошей физической форме Которые имеют опыт Прохождения горных маршрутов Средней сложности Соответственно На втором этапе Развития концепции Уже возможно будет Посещение Тоба Для всех людей Также для всех Государственных институтов Кто обязан Осуществлять регуляции На месте Пусть то Министерство защиты Окружающей среды Ее специальные службы И для них будет легче Проводить Патрулирование Чтобы пресечь Безнаказанность Приконеров Которые многие годы Продолжаются на территории Прилегающей Тоба Варчхили Автор концепции Рассказал нам И о тех мерах Которые будут приниматься Собственно Для того Чтобы территория Прилегающая К озерам Тоба Варчхили Не загрязнялась И в этом смысле Нужны усилия Практически всех Кто будет включен В развитие Этой концепции К сожалению Очень много Недбросовестных Участников похода Которые оставляют После себя мусор И мы в конце года Должны вывозить этот мусор На конях Или какими-то другими способами Например В прошлом году Мы вывезли 9 ящиков мусора В конце сентября Соответственно Развитие концепции Даст возможность Инвесторам Вложить конкретную сумму Чтобы на месте Канатную магистраль Гостиницы Колхидского типа И системы гостиниц Пристань Чтобы это все Стало настоящей Туристической традицией Чтобы было ясно Мы поинтересовались Сколько озер И какие маршруты Собственно Будут включены В план развития Концепции Итоба Варчхили В соответственной концепции План развития Включат абсолютно все Озера И систему тропинок Которая соединяется С верховым Хобицхали И будут обустроены Пещи и походы Примерно на 22 километра Рассчитано все так Что можно было устроить Пещи и маршруты По всем этим направлениям Исхаище Цанеджехи Чхороцку Мухури Соответственно Можно это объединить В один круг Что касается Непосредственного направления Дороги и Канатки Она начнется с участка Калаши И она будет доходить До всех озер И под конец нашей беседы Мы узнали о том Каковы ближайшие планы И когда мы можем ожидать Первых результатов Да На данном этапе Начаты конкретные работы И они идут хорошо Хорошо порадовало Министерство экономики Первый этап работы Будет завершен К маю будущего года На данном этапе Сезоны закрываются И природные условия Не дадут возможность Продолжать эти работы Главное все сделать качественно Чтобы получить хороший результат Чем больше Точек соприкосновения Тем прочнее связи Ну что ж Наша передача Подошла к концу Сегодня она получилась Довольно пестрой Летние события Тема сегодняшней Нашей передачи В первом блоке Мы слышали Вы слышали репортаж За Абхазией Подготовленный Нашими сухумскими коллегами О летних событиях Объединив Всех их в одном Репортаже А в втором блоке Фотограф И член Союза С полиологом Грузии Роман Толордава Рассказал нам О плане развития Озер Тоба Ну что ж На этом передача Наша подошла К концу И я напомню Еще раз вам Что нас можно услышать По интернету По адресу www.radio.at.g Посмотрите Одноименную страницу Facebook Вела передачу И беседу Майя Пипе Всего доброго Мы ищем Точки соприкосновения На пространстве Где можем пересекаться Оно разнообразное Далекое И близкое Понятное И непонятное Повседневность Медиа Культурное наследие Что актуально Для наших общественностей Мы и дальше Будем искать Точки соприкосновения На прежнем месте В эфире Радио Атенат В понедельник Среду И пятницу 16.16 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин